Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В этом выпуске вы увидите, как мы вводили прикорм. На пару белый кабачок. Вот, сейчас покажу. И только не вытекай. Белый, да, вытек белый кабачок. И в блендере быстренько приготовлю для него его первое пюре. У меня есть несколько гаджетов. Использую пока что свой любимый Moulinex, в котором я делаю свои смузи. Пока что просто по причине того, что планирую купить специальный блендер, тире-пароварку для малышей, для того, чтобы делать пюрешки самой. Пока еще выбираю, какой именно блендер-пароварка мне подойдет больше всего. Но пока его нет, будем делать с теми средствами, которые у нас в доме есть. Так, пока малыш не начал кричать, быстренько, значит, беру свой блендер и перекладываю кабачок в чашечку блендера. Сварила я ровно треть кабачка, потому что нам потребуется всего лишь одна ложечка для первого раза, не более того, для того, чтобы малыш попробовал вкус и начал привыкать к другим продуктам, помимо молока и помимо смеси, которую он получает. Ну, поехали! Ну, вроде бы готово. Пока буду наливать, буду рассказывать, каким образом планирую вводить наш прикорм. В общем, начинаю с белого кабачка. То есть, это овощ без каких-либо примесей, без каких-либо специй, без соли, без ничего. Это просто на пару приготовленный белый кабачок. Первый день буду давать малышу ровно ложечку, для того, чтобы, как я уже говорила, он попробовал вкус и вообще привык к тому, что есть что-то, кроме молока или смеси, что можно есть. Собственно, так, давайте посмотрим, что получилось. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Консистенция достаточно ровная, жидкая, прям как надо. Так, давайте посмотрим. Лицо уйди. Вот, вот так вот выглядит наша кашка. Как я буду вводить свой прикорм? Значит, варю исключительно белый кабачок первую всю неделю, без специй, без соли, без ничего. Просто на пару приготовлю этот кабачок. И в блендере делаю вот такую вот кашку, каждый день свежую. Буду давать прикорм после первого сна. То есть он утром у меня ест первый раз либо молоко, либо смесь. И тогда уже после первого утреннего сна я ему буду давать кабачок, после которого последует уже наша бутылочка с молоком, либо смесью. Второй день я уже буду давать ровно две чайные ложечки. В третий день одну столовую ложку. Четвертый день две столовые ложки. В пятый день я уже попробую его покормить приблизительно где-то 50 миллилитрами или 50 граммами вот такой вот кашки пюре. И дальше на шестой день уже дам 100 миллилитров. Важный момент по поводу прикорма. Как же мы поняли, что малыш готов к прикорму? Есть несколько стандартных методов, благодаря которым можно определить, готов малыш к прикорму или нет. Первый признак это пищевой интерес. Когда малыш проявляет интерес к тому, что едят родители, когда он смотрит, очень пристально смотрит в рот, когда он тянет ручки, если вблизи мама или папа едят, ну, например, яблоко или персик, когда малыш тянется для того, чтобы у тебя вырвать из рук чашку или стакан, если ты пьешь рядом с ним, то это самый-самый такой явный признак того, что малыш уже готов к тому, чтобы ввели прикорм. Также он при виде родителей, которые едят, он открывает также свой ротик. Если эти признаки не сильно выражены, то, конечно же, можно еще смотреть по другим признакам. Например, как прибавка веса. Если малыш к 6 месяцам удвоил свой вес, то вы точно можете знать, что можно начинать водить прикорм. Если, например, мама не спешит с прикормом, то можно подождать до того момента, когда малыш сядет и когда он уже плюс-минус сидит самостоятельно. То есть, либо в стульчике для кормления, либо в какой-то своей качалке, которая поднимается более вертикально. Это, в общем-то, способствует тому, чтобы малыш лучше глотал и чтобы еда не застревала у него в горлышке, и чтобы он не поперхнулся. Но в нашем случае мы не стали, конечно же, ждать того момента, когда он сядет. И я начала смотреть по малышу и в его глазках искать его интерес к пище. И, собственно, увидев этот интерес и также взвесив малыша и поняв, что он уже удвоил свой вес, и в 5,5 месяцев он уже у меня весит ровно 8 килограмм, я, в общем-то, приняла решение, что все, мы готовы и будем с этой недели уже начинать водить прикорм. Так, ну что, у нас момент истины, котенок сонный, недовольный. Но будем смотреть. Так, котенок, смотри. Тихо-тихо-тихо, господи. Смотри, так как ложечки у меня маленькие, я ему на самом деле дам две. То есть я измерила одна чайная ложка, это ровно две вот такие маленькие детские ложечки. Так. Ну давай, котенок, сначала немножко. Давай попробуем. Давай попробуем. Без ручек. Давай. Ты моя кросичка. Так себе. Ну давай. Ну чё ты? Мамка сама готовила. Стараюсь. Давай ещё попробуем. Ну давай. Котенок. Смотри. Смотри. Видишь, как вкусненько. А ты у меня, смотрю, совсем, да, не по овощам. Ну, давай ещё чуточку, чтобы ты хоть почувствовал на вкус хоть что-то. Так. А то ты совсем не почувствовал. Котенок. Ну вот, пальцы. Ну, сможешь пальцы оказать. Давай. В общем, я вычитала, что нужно стараться малышу ложечку давать в ротик так, чтобы он губками её брал всю. Не соскабливать о верхнюю губку содержимое ложечки. Иначе он не научится, да, если так делать, то он не научится глотать и разобраться, в общем-то, что с этой едой делать. Поэтому нужно стараться класть ложку в рот так, чтобы не соскабливать, чтобы он сам либо губкой, либо язычком, но как-то эту еду в рот брал. Да, малыш? Ну, прекрасно. Смотри, как у тебя получается. И жуёшь ты у меня тоже великолепно. Ну что ж, первый день у нас, по-моему, успех. Да, малыш? Встретимся уже завтра? Да. Ой, ну, конечно. Встретимся завтра, и завтра уже съедим две чайные ложки. Да, котенок? Ну? Так, у нас день второй. Да, котенок? Так, давай. Ой, холодный, правда, мусорок. Так, сегодня у нас с тобой две ложечки. Немного растужай, 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 растужай. Иду. Ну давай, давай. Ну давай. Вот и свежечек. Так. это нужно в рот и вот начинается наш наша эра еды по всему дому да все эти baby bird я постираю на сегодня наверное как-то не очень но манит да пока он на самом деле не сел в стульчик придется смириться с тем что baby bird у нас будет видеть заляпанный вот как только он сядет у кушать он будет в памперсе голенький и будет мазаться будет свою еду в ручках до сжать и пробовать и ложкой и ручкой будет все грязные на довольны но все ты съел котенок все съем ладно завтра у нас столовая ложка да завтра у нас с тобой столовая ложка на играй ну что ж сегодня наш третий день такой да в общем сегодня я приготовила малышу и отмерила одну столовую ложку кабачка приготовленную на пару ровно также как я готовила его два дня первого первые два дня прикорма ну интересно сегодня мы сидим одну столовую ложку теперь не качайся я знаю что ты хочешь ручки сейчас на самом деле уже начинается все самое интересное потому что завтра у нас по плану дать малышу 30 грамм кабачка послезавтра уже 50 грамм и после послезавтра мы уже переходим на целый 100 грамм на порции кабачка и после этого у нас получится уже 200 то есть это будет полная порция одного кормления ребеночка которая же в принципе на прикорме в принципе я планирую изначально ему давать плюс минус только соленые ну или не сладкие овощи и в принципе не сладкий прикорм потому что я хочу чтобы он немного привык к не сладкой еде как молочко то у него сладкое а мне бы хотелось чтобы он привыкал к не сладкой еде к овощам потом уже впоследствии там 7 месяцев уже к мясу и чтобы у него в его палитре вкусовой были не только сладкие продукты но без сладких мы конечно тоже не обойдемся потому что на очереди после всех стандартных овощей прикорма у нас стоят фрукты я наверное в следующем своем выпуске покажу вам все те гаджеты и примочки которые я купила как раз таки для прикорма в том числе и нибблер который будет помещаться авокадо банан и уже более сладкие может быть фрукты овощи которые малышу нужно будет также учиться есть и что ты малыш чтобы не подавиться поэтому для начала будем использовать ты моя крошка скажи ложка забежала слишком глубоко да затем нужно быть осторожным чтобы ложка не забегала слишком далеко ну чтож последняя ложечка на сегодня малыш справился прекрасно для того чтобы система пищеварения легче справлялась до с новой пищей чтобы у малыша не было запоров а то воду обязательно нужно также водить вместе с прикормом что мы с тобой также и сделать все ложка убежала на пол значит свою трапезу мы на сегодня закончили да короче котенок наш нифига ты вообще я думал папа удержит переместился на свою позенду у него сапарик вот он эксклюзивных кустах будет наслаждаться своим мини-обедом в общем у нас сегодня четвертый день прикорма сегодня я отмерила две столовые ложки пюре из кабачка короче не самый лучший стул для кормления поэтому не советую детишек кормить в бэйби бёрни потому что детишка начинает сильно качаться и это не самое лучшее для чёткого попадания ложки в рот так бутик стой если говорить про то как у нас дела сейчас как вы видите малыш прекрасно и с удовольствием все это поедает ему интересно и прекрасно он уже учится глотать и жевать но я заметила что у него у него появились проблемы со стулом то есть ему стало сложнее сходить в туалет поэтому я уже сейчас вела также и водичку то есть я не буду ждать полного водоприкорма до полной порции я уже сейчас после прикорма даю ему несколько глоточков водички эту воду я ему даю в бутылочке с соской пока что к паильнику еще его не буду приучать вот и и несколько раз в день я ему предлагаю водичку чтобы он попил несколько глоточков и в принципе как я предполагала он там сильно на эту воду не налегает то есть действительно он выпивает максимум наверное 10 миллилитров за раз и собственно все больше он эту водичку не хочет и я очень-очень надеюсь что именно добавление воды нам поможет как раз таки со стулом вчера на самом деле за долгое-долгое время силу того что животик его стал беспокоить урчать бурлить журчать мы за долгое-долгое время снова вернулись к нашим массажиком живота потому что как-то уже не знаю по моему месяц уж точно нас не было необходимости массировать животик для того чтобы малыш сходил в туалет у него не было газиков в принципе живот его больше не беспокоил голодный мой ребенок нетерпеливый сейчас мама тебя покормит в день и а прикорма я придерживаюсь двух очень очень простых правил которые как мне кажется они помогают малышу легче пережить именно вот такое большое большое изменение в его жизни как ведение прикорма первое очень простое правило оно заключается в том чтобы когда я кормлю малыша у меня в помещении или в доме не было ничего что малыша бы отвлекало то есть вся среда в которой он находится она должна быть максимально привычно к той которая его окружают каждый день для того чтобы он просто-напросто не отвлекался и все свое внимание концентрировал на еде которую мы малышу даю второе правило она на самом деле тоже простое но в выполнении может быть более сложно это не менять ничего в привычном режиме малыша то есть вот как малыш привык во сколько он встает во сколько он ложится какой у него были привычный распорядок дня время когда он отправляется например в ванну когда он играет когда он спит то есть все максимально должно оставаться как обычно чтобы малыша не было никаких лишних фрустраций не было никаких лишних изменений ведь одного такого большого шага как вот прикорма для него абсолютно достаточно а все остальное должно в его жизни оставаться ровно так же как и было до этого правильно если есть какие-то не знаю нововведения которые мама хочет малышу представить все это стоит делать только после того как прикорм уже введен и когда для малыша одна порция либо пюре либо каши в зависимости от малыша когда вот именно одна такая порция прикорма она уже становится для него обыденной ситуации и нет ничего необычного когда уже в том числе и его пищеварительная система привыкла и тогда уже можно приступать к любым другим изменениям и нововведениям ну котенок я тут что-то как-то очень сильно отмеряла но я понимаю что смело я могла в его тарелочку наливать и большее количество пюрешки потому что добрая половина она у нас отправляется сегодня на слюнявчик и на одежду не сжимай ты эту ложку так сильно у нас десны уже болят я так понимаю что скоро полезут наши первые зубы поэтому он сегодня какой-то мега капризные с этой ложкой он и сильно сильно кусает и таким образом сам травмирует свои десна так у нас есть сегодня шестой день и корма мы увеличили порцию до 100 2 миллилитра мне кажется ему интересно не есть а вот эту ложку хватать я тут кстати вычитала на help to mama у них есть их предлагаемая схема по введению прикорма на несколько недель и что мне понравилось то там информация не только по поводу первой недели когда вы только-только вводите до полной порции но и также что делать последующей неделе когда мама добавляет например белому кабачку еще какой-то второй овощ и делает уже меню малыша более разнообразно я внизу под этим видео роликом оставлю линк чтобы вы могли прочитать и посмотреть там конечно же порции и объемы миллилитров отличаются от нашего подхода то что я выбрала но в принципе я думаю что даже если сходить к нескольким педиатрам то их рекомендации плюс-минус будут отличаться в каких-то деталях но в принципе отличие от каких-то деталей оно как мне кажется не служит проблемой на самом деле я лично не были не являясь экспертом не в воде прикорма да и вообще ни в чем я просто мама которая же дела своего малыша и которая по ходу пьесы пытается сделать все правильно именно конкретно для своего малыша и в общем я в своем подходе я пытаюсь все адаптировать и смотреть в целом и в общем на самые важные детали ну например что для себя я понимала что мне нужно учить в прикорме первое это водить все очень и очень постепенно для того чтобы и пищеварительная система малыша и сам малыш психологически он не был в шоке от всего происходящего потом выбирать продукт которым я уверен то есть это свежий продукт это безопасный продукт для малыша особенно вот первый прикорм да то есть например это белый кабачок его хорошенько мыть очищать от кожи на пару самой приготавливать и не добавлять никаких специй соли и так далее даже вода которую я выбираю для того чтобы готовить на пару это детская водичка специальная и в общем безопасно и для малыша что еще посуда специальная посуда которая предназначена для кормления малыша то есть она из безопасного пластика ложка мягкая она не травмирует малыша в общем учитывая вот все эти самые 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 главные важные детали а потом уже там грубо говоря на третий день я ему даю там 30 миллилитров или 40 но это не столь мне кажется важно потому что по большому счету если ты в целом видишь что малыша нет никакой негативной реакции его не сыпет у него нет аллергии его стул там драматично не терпит тогда в принципе вот эти маленькие различие и большой роли не играют на сегодня седьмой день нашего прикорма малыша положила спать и у меня есть мои законные законные полчаса для того чтобы заняться делами поэтому пока малыш спит буду готовить ему пюре из кабачка и с добавлением брокколи на следующей неделе я заказала вот такие вот прекрасные контейнеры сейчас покажу поближе фокусируйся вот philips event это контейнеры для хранения детской пищи объем у них 240 миллилитров и в этих именно контейнерах я планирую хранить те пюре эту пищу которую я для малыша готовлю заранее на несколько дней на то есть два наверное максимум дня я отправляю в холодильник весь остальной запас заранее приготовленный я буду отправлять в морозилку опять же почему выбрала philips event конечно же контейнеров на том же самом а зоне огромное количество выбрать можно и значительно дешевле но не знаю я как обычно для меня главное качество я этим контейнерами пользовалась когда в самом самом начале ручным молокоотсосом от philips event я сцеживала молоко и эти контейнеры меня абсолютно устраивали их можно отправлять в заморозку их можно стерилизовать их можно разогревать еду в них можно в микроволновой печи поэтому это самый универсальный я точно знаю что с ними ничего не произойдет и в общем пользоваться ими я уже привыкла поэтому и выбрала именно их плюс ко всему мне нравится что у них есть большой объем и они скажем так они больше продолговатый нежели чем широкий поэтому будет удобно взять также с собой в рюкзак когда мы с малышем отправляемся не знаю на прогулку или куда-либо в гости и мне нужно взять например пюре с собой но это уже наверное позже когда я уже буду пюре или кашей кормить малыша несколько раз в день из минусов один минус у них есть несомненно это крышечка достаточно сложно закрыть крышку она как-то упрямо не попадает в правильное место для того чтобы ее затянуть и чтобы она была герметична потому что когда ты и затягиваешь правильно то она становится герметична ну да ладно пару раз потренироваться и все получится в общем что у нас тут есть у меня а как обычно я приготовила кабачок и и приготовила также на пару брокколи брокколи я выбрала как второй овощ который я буду добавлять к прикорму малыша основном кабачку а я по-моему вчера упомянула что на сайте хлопту мама есть классная достаточно схема по вводу прикорма и что мне в этой схеме нравится так это разделение по нескольким нескольким неделям когда мы добавляем не только разные овощи и разные вкусы но также каши так что обязательно линк в описании этого видео ролика посмотрите ну а я приступаю к приготовлению а а и и и чистое в общем это дело как вы видите сложно сложно в этом блендере разобраться с брокколи поэтому приходится добавлять водичку и наверное не зря все-таки существуют детские блендеры которых можно приготовить приготовить пюре я очень надеюсь что по крайней мере в них намного легче будет это все дело сделать пока скажу честно каждый день вот так вот разводить тут такой беспорядок это конечно не дело 1 2 3 сделать заморозить это может быть еще можно потерпеть но все-таки я наверное куплю себе специальный блендер для детского питания ну чтож из одного большого брокколи у меня получилось три контейнера объемом 200 миллилитров пюре для того чтобы довести брокколи до хорошей консистенции чтобы в принципе заставить блендер его размельчить пришлось добавить больше водички чем я ожидала вначале но тем не менее пюре из брокколи готово и из трех среднего размера кабачков у меня получилось 4 контейнера в объеме 200 миллилитров пюре из кабачка оставлю в холодильнике оставлю в холодильнике несколько контейнеров для прикорма на пару следующих дней остальное отправлю в заморозку еще кстати у меня есть время более позднее когда малыш уже привыкнет к прикорму баночки я купила вот такие вот баночки от гербер это цветная капуста кстати ее можно было бы тоже вначале давать также тыква и кабачок так фокусируйся кабачок с брокколи еще у меня есть одна паночка это один кабачок только кабачок почему гербер выбрала потому что у него самый самый чистый состав в гербере кроме воды и кроме самого овоща в принципе ничего лишнего нет так что мне показалось что эти пюрешки можно попробовать и также у меня есть банк моего грудного молока который я в том числе планирую использовать для ввода каш не знаю есть у меня идея делать каши на грудном молоке почитаю посмотрю поговорю с педиатром возможно ли такой вариант если да то будет здорово у меня банк молока достаточно большой для того чтобы приготовить также ему кашки на грудном молоке ну если нет то наверное будем использовать специальные каши там козье молоко не знаю еще каши не изучала так что буду смотреть а когда до каши мы уже доберемся ой 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 голодный ребенок голодный голодный так сегодня у нас седьмой день как я уже говорила раньше седьмой день прикорма у нас полная порция 200 миллилитров пюре из кабачка ну чего ты так хапаешь ну чего ты так хапаешь ну чего же ты кричишь давай еще а а а а ам 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 кстати уже недели две до ввода прикорма у малыша снизился аппетит ну или просто может быть он подрастает и количество питания за день приемов пищи у нас сократилась от шести до пяти то есть мы сейчас едим пять раз и то утренняя бутылочка и вечерняя бутылочка перед сном это наверное самые такие наши продолжительные кормления потому что он никак не хочет ее закончить то есть он на полпути останавливается начинает противиться начинает отказываться от бутылочки начинает играться в общем не заинтересован в еде я начинаю уже его там с перелывами в течение часа кормить кормить для того чтобы он поел перед сном и мог спокойно спать и голодный животик его не беспокоил но в принципе вчера он лег спать и он так свою бутылочку не доел по-моему даже половину не съел и проснулся как обычно в два часа ночи да при всем при том что лег вам шесть часов вечера Гутик что у нас тут поэтому предполагает у него просто все процессы там с пищеварением меняются и поэтому он поэтому он и не хочет так много есть как обычно мы с тобой два кабачка мы с тобой два кабачка ты мой глазик кто в ванну пойдет после своей еды говорят после еды купаться в общем сегодня у нас по крайней мере сейчас у нас не получилось ничего с кабачком первый раз он от него отказался сейчас я ему приготовила смесь на лыж поезд в свою привычную бутылочку сегодня попытаемся покормить его кабачком если не вернуть позже в общем а так выглядит наша неделя водоприкорма думаю в целом она в общем очень успешна без исключения в финал но как понимаете с детьми дело такое как взумается так и получается поэтому в этом пожалуй сегодня мы не закончим пишите в комментариях как ваше дело с прикормом и как ваша первая неделя проходила были ли у вас такие случаи когда малыш отказывался есть прикорм и требовал свою привычную бутылочку а мы на сегодня прощаемся да? все пока вот от еды отказался да? игрушку получил и все хорошо ну ладно буду пробовать позже я вам покажу но у нас чуть-чуть